Нельзя. Дорогие мои, может быть, кто-то помнит, много лет назад в Москву привозили храм по Святой Богородице. И выставили люди очереди. Я несколько раз пыталась туда попасть, и никак у меня не получалось. Ну вот я не знаю, какие-то препятствия, то одно, то другое, не могу понять. И потом в один прекрасный момент с коллегой мы собрались ночью. Боже, мне папа, папа был у меня как раз, он переживал, отговаривал меня, говорю, нет, я пойду, мне надо. И мы поехали с ней. Вы знаете, мы так тяжело добирались, и такси запутался, и не туда нас привез. И собаки за нами гнались по парку зимой, ночью, в 12 часов ночи. Это холодно. Это была не зима, а осень. И снег пошел. Ветер был такой ледяной. Боже мой, от этих собак убегали. В общем, правдами-неправдами мы добрались. И люди там стояли по несколько часов. Кто 12 часов, кто больше стоял. И вы не представляете, мы прошли это за 5 часов. Не потому, что не было народу. Понимаете, вот просто мы так искренне молились и просили, чтобы... Я просила одного только, чтобы мне попасть, только мне попасть. Я взяла отбул на работе, договорилась с шефом, дала всем своим подчиненным указание, сказала, что меня не будет. Вы не представляете, мы встали в очередь в час, то есть мы добрались, и в 5 мы уже отправлялись домой. Боже мой, не передайся словами, сколько было счастья. Вы знаете, там пропускали людей частями, как сказать, не знаю, группами небольшими. Стояли ограждения, стояла полиция. И вот эти ограждения открывали, какую-то часть людей пускали. Там, я не знаю, поскольку человек по 50, может, человек по 50, может, меньше, может, больше, я не знаю. Но все дело в том, что когда нам открывали, мы бежали. Мы не стояли, мы бежали. Мы бежали. И там волонтеры давали нам чай, кто-то там давал перчатки, там, рукавички. То есть, ну, было очень холодно, действительно. Мы согревались друг к другу, ежились, боже мой. А коллега была, это моя подчиненная была. Она все время переживала за меня. Как вы, вы можете бежать? Можете ли вы? Все нормально, могу, могу. Ну, она переживала, она знает, что я сердечно сказала. Как вы себя чувствуете? Я говорю, не переживай. Всю набережную, мы от Фрунзенской набережной всю, по-моему, Юда бежали. А еще от Москва-реки ветер ледяной, этот снег. Это вот, понимаете, непередаваемо. И вот мы попали вот в этот храм. Вот тут мы подходим туда и дают нам вот эту... У меня до сих пор, у меня этот пояс Богородицы до сих пор лежит. И вы представляете, о, счастье! А там же быстро надо коснуться и проходить. А мы же и фотографии своих родственников набрали и так далее. А там же торопят. И представляете, когда подошла моя очередь, и как-то отвлекся тот, который торопит. Вот понимаете, вот на всю волю Божию. И она говорит, вы так долго там стояли. Говорит, Ника, вы так долго стояли. Я говорю, да, я долго стояла. Говорю, у меня там почистилось. Я говорю, я и тут дотрунулся, и там. Я говорю, я всё приложила, и поцеловала, и всё. Она говорит, а я вас уже потеряла. Говорит, думаю, где же вы? Я уже вышла, оглядываюсь, а вы ещё там стоите. Представляете, такое было счастье. Я хочу сказать, что я поняла, что не бывает в жизни случайность. Ничего случайного в жизни не бывает. Вот таким вот образом мы прошли. А в другой раз привозили мощи другого святого. Я сейчас не вспомню. Да, мы уже вдвоем. Я тогда жила с молодым человеком. И мы с ним ходили. Но там мы тогда уже ходили. Я такого удовольствия не получила. Почему? Потому что мы ходили через знакомых. То есть мы в очереди не стояли. Мы просто позвонили, что мы подъехали. И нас провели без очереди. Да, конечно, понятно, что было удовлетворение, что до мощи святого коснулось. Все понятно. Но понимаете, не было вот этого пути. То есть вот тот путь первый, когда шли мы к поясу Богородицы, он был выстрадан, понимаете? Он был заслужен. А тут, получается, у нас вот Эль Пати, вы видите, вот там человек работал. Он дал мне пропуск. Полиция подошла. Меня провела прям туда сразу. Вот туда. Туда мы заходили. Вот, вот, вот. Ой, солнышко. Вот отсюда мы заходили, а здесь мы уже выходили. Ну что, пойдемте. Я без главного убора. Но я сейчас этот вопрос решу. Главное, что я в платье. А с главным убором я сейчас решу вопрос. Посмотрю, может быть, сумки у меня. Потому что я, по-моему, ту сумку взяла, в которую у меня есть главной убор. И, а если нет, ну, найду. Как решить вопрос. Куплю, в конце концов, платок. Смотрите, как здесь красиво. Я не знаю, разрешат ли мне там снимать. Но сейчас посмотрим. Ну, с Богом. Дорогие мои, я все решила вопрос с платочком. Аренда 50 рублей. Залог 500 рублей. Верну платочек, вернут деньги. Снимать мне в храме не разрешать. То есть, если я куплю билет, меня на лифте поднимут на смотровую площадку. Там с четырех сторон. Панораму Москвы я смогу снять. Но я подумаю, пока я еще не решила. Я в любом случае, мне нужно зайти в храм, помолиться. А дальше уже посмотрим. Буду я снимать панораму. Или походим самостоятельно с вами по Москве. Ну, я отправляюсь. Я напоминаю, что я молюсь за всех вас. Независимо от вероисповедания. За своих подписчиков. За то, что вы со мной. Я вас всех обожаю и уважаю. Спасибо вам за то, что вы есть. Очень аккуратно снимаю. Нельзя снимать. Посмотрите, храм Спасителя. Христа Спасителя. Здесь запрещена съемка. Я очень-очень аккуратно. Хочу вам, дорогие мои, показать. Посмотрите, отсюда литургии. Все идут по телевизору. Как же здесь красиво. Посмотрите сверху, что. Все, я не могу больше снимать. Мне могут сделать замечание. Еще заставят удалить. Что могу, то и снимаю. Пока никто не увидел. Вот он, Спаситель. Большую свечечку иду ставить. Благодарственное молебель. Заказала. Ну все, я помолюсь. Вот вам, что смогла, показала, дорогие мои. Смотрите, дорогие мои. Дорогие мои, смотрите. Там охранник ходит, пока ничего не видит. Все, я убираю камеру, а то заставят удалить. И так кусочком, кусочком и прячусь. Мне очень хочется показать вам, кто здесь не был. У кого нет такой возможности. А кто был, напомните. Ну все, дорогие мои, я выхожу на улицу. Все, что смогла, снимать, сняла. За всех помолилась. Не обессудьте. Простите меня, что больше не могу снять.